Учимся на чужих ошибках. Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета рассказал, на чем прокололись абитуриенты приоритетной волны. Важная информация о необходимых документах и сроках их подачи в следующем сюжете. Приемная кампания в Казанском университете подходит к концу. Появились первые приказы о зачислении на бюджет, а документы до 19 августа принимаются лишь на контрактную форму обучения. Секретарь приемной комиссии напомнил, что для успешного прохождения конкурсного отбора следует уделить особое внимание наличию необходимого пакета документов. Были случаи, что абитуриенты забыли подать согласие и не были зачислены об этом. Они высказывали свои жалобы, но, к сожалению, в этом случае сделать ничего нельзя. Нужно соблюдать конкурсную процедуру и подать согласие в срок. У общего конкурса, общей волны, это 11 августа до 18.00. Нужно прикрепить свое согласие на сайт, либо предоставить его лично. После 18.00 согласия приниматься не будут. Абитуриенты, некоторые могут нарушить правила приема и подать согласие в несколько вузов. Такие будут пойманы и наказаны. То есть нарушать правила не следует. Следует определиться с выбором вуза, определиться с выбором направления и подать единое согласие, существующее в стране. По данным на 9 августа в Казанский университет подали заявление более 32 тысяч абитуриентов. В приоритетную волну попало 464 человека. Однако были и те, кто упустил бюджетное место из-за отсутствия согласия о зачислении. Большой посыл для абитуриентов этого года – вникнуть в правила приема. Я понимаю, что для нас этот процесс ежегодный, он является, может быть, рутинным. Для абитуриентов этот процесс происходит единожды в жизни. Он знаковый и большой. И к нему нужно подготовиться соответствующе. То есть прочитать и узнать все даты о зачислении, узнать свои права, узнать, какие сроки подачи, узнать, какие документы нужно было бы подать, потому что документы мы уже не принимаем. Мы закончили прием документов до 20 июля. Сейчас мы принимаем только заявление о согласии на зачисление. Результаты зачисления абитуриентов общей волны станут известны 17 августа. А 23 и 30 августа появятся в списке тех, кто прошел отбор на контрактную форму обучения. Ариадна Кугушева, Радмир Софиулин, Универньюз.